Приветствую вас и начиная отвечать на ваш вопрос, я бы хотел сразу немножечко оговориться и сказать, что разговоры о самой девочке как таковой, ну, на мой взгляд, будет не так много, как вам, наверное, бы того хотелось. Дело в том, что мы девочку не знаем, дело в том, что мы получили представление о ней только с ваших слов, и я бы хотел, чтобы вы этот момент для себя уяснили, что то, как вы представляете нам девочку, это не то же самое, что то, как она себя ведет на самом деле. То есть вы видите ее под определенным углом, под определенным ключом, мы видим совсем другое. И гадать о том, что может ей двигать в ее поведении, конечно, можно, но это, на мой взгляд, ни к чему хорошему не приведет. То есть, условно говоря, не может привести. Давайте начнем мы, пожалуй, с вами с начала. Вот вы пишете такую вещь, что, значит, с девочкой вы знакомились, начали с ней общаться, и, значит, основная проблема заключается в том, что она холодная, что она недостаточно эмоциональная для вас. И эта проблема не дает вам покоя. Эта проблема мешает вам, мешает вам, значит, ну, нормально шить, мешает вам быть уверенным в себе и в ней и так далее. Знаете, в этой ситуации странно, на мой взгляд, вот именно странно, на мой взгляд, то, значит, как вы ее воспринимаете. То есть, она всегда была такой, не эмоциональной и довольно пассивной, когда вы, например, с ней, ну, на расстоянии, да, когда вы с ней друг друга не видите. Она всегда была такой, и есть люди, которые на расстоянии ведут себя вот так, как ваша девушка. Есть такие люди, которые могут человека только видеть. И просто не эмоциональные с позиции чувственность. Ну, вот есть такие люди с сильной нервной системой, как их называют. Они, эти люди, не чувствительны к обычным переживаниям. Менее чувствительны к обычным переживаниям. И, скорее всего, что получается так, ваша девушка, она, просто-напросто, менее чувствительна, чем вы. И, она по-другому воспринимает все вещи, которые воспринимаете вы. И для нее действительно является нормальным поведение, которого она придерживается. То есть, нужно понимать, что девочка совершенно не обязательно вас обманывает. Девушка совершенно не обязательно действует как-то в обход вас. Девушка совершенно не обязательно, значит, холодно к вам относится. Девушка, значит, просто-напросто ведет себя так, как удобно ей. Нужно сказать, что гадать о том, как она и почему так себя ведет, можно очень долго. И гадать мне бы не хотелось. Я понимаю, что она вам нравится. Я понимаю, что вы, ну, хотели бы быть с ней. Я понимаю, что она вам интересна. Но, знаете, вызывает некоторые сомнения, честно говоря, природа ваших взаимоотношений. Я поясню. Значит, природа ваших взаимоотношений такова, что вы вместе проводите время. Вы как-то, значит, друг с другом взаимодействуете. Но при этом, как такового, общения между вами нет. И вот это несколько странно. То есть, казалось бы, без общения довольно сложно как-то нормально взаимодействовать. Но вы хотите выстраивать отношения исключительно только на физическом взаимодействии, на физическом контакте. Это, к сожалению, вот я не знаю, насколько для вас это приемлемо, но это невозможно. То есть, с человеком невозможно выстраивать отношения только основываясь на физических контактах. Необходимо общение, необходимо интересное общение, необходимо какое-то развитие и так далее. У вас ничего этого, к сожалению, нет. И выникает вопрос, а что же вас связывает, кроме сексуального влечения с вашей стороны? Ну, вот как вы говорите. И ответственный вопрос довольно-таки неоднозначный. Вы говорите, что вы посещаете мероприятия, вы говорите, что вы проводите вместе время, но при этом у вас, у самого даже появляется, на мой взгляд, понимание, что это все как будто такая вот, ну, знаете, не обижаловка, конечно, но какой-то такой своего рода ритуал. Значит, то, что вы, вот, смотрите, вы пишите, очень сильно переживаясь сейчас. Получается, что видим, что мы с ней редко, и все время инициативу проявляете вы. Вы знаете, нет ничего плохого в том, чтобы мужчина проявлял инициативу. Но, если мужчина только проявляет инициативу и только все время постоянно впишет, тут даже дело не в самом мужчине, тут дело, скорее, в человеке. То есть, если человек пишет постоянно в первый, если человек постоянно проявляет инициативу, опять-таки, в первый, то совершенно нормально, что другой человек рано или поздно просто-напросто перестанет испытывать потребность или, лучше сказать, мужчину в том, чтобы как-то самому самостоятельно проявлять инициативу. То есть вам необходимо разделять вот эти моменты. Вам необходимо позволять девушке самой как-то свою инициативу, себя проявлять. Вам необходимо вот это все делать. Вам нужно давать девушке личную обратно, вам нужно давать ей некоторую свободу, а получается, что вы ее загружаете. Получается, что вы ее, по сути дела, задавливаете своей активностью. И вникает тогда, на мой взгляд, ну, такой, знаете, логичный вопрос. А почему вы задавливаете ее своей активностью? Наверное, потому что боитесь потерять. Наверное, потому что она вам очень нравится. И переживаете вы вот о том, что она вас там оставляет на второй план, как-то смещает и так далее. Точно по этой причине, что вы боитесь ее потерять. Вы к ней очень сильно привязаны, вам к ней очень хорошо физически. И вы не можете себе представить, что она может быть с кем-то еще. Для вас это, наверное, будет ударом. Для вас это, наверное, будет просто, ну, отскорблением и вам тяжело это будет принять. И это, чтобы вы понимали, это нормально. Но любовь устраивается на все же готовности, на готовности человека опустить того, кого он любит. И если вы любите девочку, действительно любите ее, то вам нужно понять для себя следующее, что если она действительно вам, например, изменяет, или если она действительно вот так к себе относится, и к вам, и к себе относится так, значит, ей лучше так. И если ей лучше так, то, простите, ну, в таком случае, вам не переделать ее, потому что она уже относительно взрослая, ей не переделать вас, потому что вы тоже знаете, чего хотите. И либо вы миритесь с ее поведением, с ее отношением, перестаете провоцировать ее поведение на себя, потому что это плохо, когда человек проецирует поведение другого на себя. То есть считает, например, что если, вот, в вашем случае, если девушка как-то не соответствует вашему представлению о том, какими должны быть отношениях, да, значит, то вы тут же, тут же сразу начинаете думать, что это ваша проблема, а вдруг вы что-то не так делаете, а вдруг вы недостаточно многое сделаете, а вдруг проблема ваша, она просто вас не ценит и так далее. Вот этого не нужно. Старайтесь разграничить себя и, собственно, девочку. Вы видите, что она не проявляет инициативу. Спрашивайте себя, вам инициатива нужна? Допустим, вам инициатива нужна. Хорошо. Тогда вы задаете себе примерно такой вопрос. Вот мне нужна инициатива. Для чего она мне нужна, инициатива? Вы для чего сами, допустим, проявляете к девочке, ну, скажем, симпатию? Чтобы делать ее счастливой? Или чтобы вам было хорошо? Вот вы попробуйте тоже на этот вопрос ответить. Он на самом-то деле, он этот вопрос очень важен. Потому что если вы девочку любите, если вы хотите чего-то для нее, то вы будете принимать ее такой, какая она есть, и стараться дать ей то, что ей нужно, то, что вы можете, ничего не требует взамен. А если вы хотите все-таки от нее что-то получать, то это, простите, сложно сказать тогда, что это однозначно любовь. Это скорее потребность в ней, тогда уж. И в этом, как таковом, ничего плохого нет. Но желательно, чтобы вы все же старались эти две вещи, а это как-никак-никак разные вещи все же, чтобы вы старались эти разные вещи для себя различать. Вы не уверены в себе. По крайней мере, эта неуверенность дает ошибиться в вашем тексте. Мне бы хотелось, чтобы вы как-то постарались немножечко подумать, почему вы в себе не уверены. Почему вы так сильно концентрируете свое внимание на девочке? Что вы с ней пытаетесь для себя получить? В каких своих чертах вы не уверены? Это тоже очень важный момент. От этого зависит то, как вы себя воспринимаете. От того, как вы себя воспринимаете, зависит, как это не парадоксально, то, как вас воспринимают. То есть, как видите, все достаточно взаимосвязано. Вариантов, значит, вариантов, почему девушка вот так себя ведет, еще раз повторю, может быть очень много. Их, правда, может быть очень много. Но факт тот, что вам эти все варианты по большому счету не важны, если вы знаете, чего вы хотите, если вы знаете, к чему вы стремитесь, если вы знаете, что вам нужно. Еще раз повторю, если вы девочку любите, вы готовы просто быть для нее, просто жить для нее, просто делать для нее, то что делает ее счастливой. И все. То есть, грубо говоря, жить настоящим. Снадоваться каждому дню. Не принять ее реальность, принять то, как она воспринимает отношения и просто-напросто не пытаться это поменять. Потому что, если вы будете на нее давить, как мы уже сказали, это может привести только к тому, что вы ее, как бы, оттолкнете от себя, если вы будете действовать именно в таком ключе. Если вы не можете ее принять, то это уже другой вопрос. Если вы не можете ее принять, то это вопрос связанно с тем, что у вас к ней не любовь, что-то другое. Да. Да-да. Но это, согласитесь, все же несколько уже другая позиция. Это, согласитесь, несколько уже совсем другое позиционирование даже вас, потому что не к девушке. Поэтому с этим нужно определиться. Вы пишите, что вы переживаете. В тот же момент. А почему вы переживаете? Я поясню, чтобы вам было несколько более понятно. Если предположить, самый худший вариант, да, и этот вариант такой, что она, например, вам не изменяет, то это значит, что она просто с вами несчастлива. Но вы-то время хорошо привели, вы-то с ней были счастливы, вам-то было хорошо, но за это ей нужно быть благодарным. А вот этого могло бы и не быть. Понимаете? Поэтому стоит заключаться в том, что вам стоит просто принять ситуацию, просто заниматься своими делами. Просто дать девушке понять, что вы принимаете ее такой, какая она есть, но при этом готовы действовать. В своих интересах ни в чем тебе не отказывает. То есть, если она вас как-то вот на второй план ставит, ну и вы, соответственно, тоже поставьте ее на второй план. Не создавайте вы вот эту вот, знаете, в некоторой степени монологовую активность, одностороннюю активность. Дайте девушке понять, что вы тоже чего-то хотите, но не словами, а поведением. Вы пытаетесь словами что-то ей показать. Но словами, как вы сами видите, ничего ей нельзя показать. Она либо рассылается от вас, либо такое ее восприятие, либо так вот принимает мужчин. Вариантов здесь много. Единственное важное средство – это поведение. И поведением вы можете ей показать. Вы сейчас не общаетесь с ней в сутки. Ну, не общаетесь с ней еще какое-то время. Потом решите для себя, готовы ли вы принять то, что она готова вам дать. Если да, то просто радуйтесь тому, что она вам дает. И все. Если нет, ищите другую девочку. На самом-то деле все просто очень. Вы пытаетесь подогнать человека под образ. Под образ отношений, под женский образ и так далее. Вопрос заключается в том, для чего вы это делаете. Почему? Что вас долгает к этому? Вот вы сравниваете девочку, настоящую я имею ввиду, со своими прошлыми. С прошлыми отношения у вас не злазились, раз вы познакомились с этой. И возникает вопрос, а почему не злазились отношения? Ведь вам 26 лет. За это время вы уже успели побывать в нескольких отношениях. И все они окончились разрывом. Значит, это уже системное поведение. Это уже сценарий. И этот сценарий нужно осознавать, разбивать и корректировать. Только так вы сможете занять то место в отношениях, которое позволит вам максимально раскрыться самому. И найти себе такого человека, основываясь на вашей деятельности, на ваших увлечениях, на ваших занятиях, которые бы вам подошли. А не так, что вы увидели девочку, которая вам понравилась чисто внешне, познакомились с ней. И вы так вот все время тащите эти отношения на себя. Вот у вас сейчас есть физическое увлечение. Но сколько оно будет? Без любви, без эмоций, с ее стороны. А с вами без поддержки сколько будет? Тоже непонятно. Поэтому здесь ситуация заключается именно в том, что между вами нет все-таки духовной близости. Между вами нет все-таки понимания друг друга. И вы, вот вы говорите, что она изначально была не эмоциональной, но я хотел ее раскрыть. Что значит раскрыть? Почему вы считаете, что если человек изначально не эмоциональный, он обязательно потом будет эмоциональный? Это непонятно. Получается, что вы не приняли изначально девочку такой, какая она есть. Ну и я обсудил все ваши проблемы. Вот. Значит, что я вам хочу сказать еще. Заканчиваете вы свое сообщение тем, что вы знаете, как скрепить и как подарок ей, собственно, вручить. Подарок стоит подарить в любом случае. Потому что так с того он требует элементарная визитливость и, в общем-то, этикет. В общем, все вместе, потому что вы подходите друг к другу, как индивиды. Вот. Но вам с ней скучно. Вы об этом сами говорите. Пообщаться вам с ней не о чем. Ладно. Ну что же говорить. Какие-то общие темы вообще. Но она явно не затягивает до вашего уровня знаний. И самое главное, то, что вам, в принципе, сказала моя коллега уже, это то, что у вас с девушкой разные ориентиры. В 26 лет у вас может быть ориентир на семью, у нее в 26 лет такого ориентира, в принципе, может не быть. И, соответственно, она чувствует. Может быть, даже не осознавая этого, она чувствует, чего вы от нее хотите, она чувствует, чего вы от нее желаете. И инстинктивно от этого отдаляется. Потому что не хочет еще на данный момент никаких серьезных отношений, которых вы, по ее мнению, требуете. Для нее просто вот встретиться, провести время, да, там, переспать и все. При этом она не готова на какие-то сильные проявления чувств. Ну вот, бывают такие люди. Это все вам нужно принять и спросить себя. Хотите ли вы этого всего или нет? И если нет, то оставить ее и жить дальше. А если готовы принять, то примите это все. Примите ее всю такую, какая она есть. Без этого вам невозможно будет построить отношения. Без этого вас нереально будет выстраивать свои взаимоотношения. Ну, никак, к сожалению. Что вам еще можно сказать? Ну, свой вопрос вы задаете по поводу того, какие еще могут быть варианты. В принципе, это единственный ответ. Еще вы хотите получить определенность. Вот что мне бросилось в глаза. Стремление к определенности. Стремление к определенности. Ну, во-первых, вы как человек, которому опять-таки 26 лет, действительно стремитесь к определенности. Но почему вы требуете этого от той, кому 20, и почему вы требуете этого от женщины, которая, в принципе, мыслит эмоциями? Непонятно. То есть вы хотите от женщины определенности такой же, как у вас. Но тогда это мужское качество. Но тогда это мужское качество. Это определенность. А если это мужское качество, то вы же понимаете, что вы в ней будете видеть себя. А если в ней вы будете видеть себя, то и отношения у вас складывать на задачу не будем. По мнению самому в этой неопределенности делать выбор. Делайте выбор после какого-то поведения. Примите решение и следуйте ему без оглядки, и это будет правильным поступком в этой ситуации. Не ждите, пока кто-то за вас примет решение. Не ждите, пока кто-то внесет определенность, ясность в вашу жизнь. Сами ее для себя проясните вне зависимости от любых других людей. Не обязательно девушки. Да будь на ее месте кто угодно. Вам нужно самому вносить ясность в свою жизнь. А вот почему вы этого не делаете? Почему вы сами переживаете, нервничаете, волнуетесь, чего-то боитесь? Вот с этим нужно разбираться. Но ваш вопрос не про это. Ваш вопрос немножко про другое. Я думаю, что проблема не столько у девушки, сколько у вас. Вашей неуверенности в себе, в вашей боязни, в вашей ревности. То есть в эгоизме, в вашем изначальном восприятии ее. То есть вы как личность ее не знаете, как человека вы ее не знаете. Вы говорите, что вы ее любите, но вы ее не знаете. Вы эмоционально ее не чувствуете. Да, вы с ней спите, да, вы с ней проводите время, но вы не духовно близкие. Это позволяет говорить о том, что у вас скорее страсть, чем любовь. Игра имеет классный страсть. Потому что на одном сексе, на одном физическом влечении отношения не поступит. И на мой взгляд, самым правильным решением здесь будет принятие ее правильной игры вам. И продолжать с ней встречаться, проводить время. Но при этом перестать рассматривать ее, как серьезного партнера для отношений. Лить свою жизнь, делать свои дела, общаться с другими девушками, встречаться с ней. И смотреть на то, как она воспринимает то, что вы перестали делать ее единство. Если ей будет не все равно, вы это заметите. Если ей будет все равно, значит она просто принимает вас. И все. И в этом случае вам нужно просто двигаться дальше, к своим ценам. А она будет двигаться дальше, к своим. Вот и все. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Я не знаю. Удачи. 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 Удачи.